наше почтение многоуважаемый коллектив всем привет друзья сегодня у нас долгожданный топливный эксперимент который мы обещали снять практически целый год назад а именно toyota land cruiser prado 120 кузове с 4 литровым мотором и gx 470 сегодня мы обязательно определим какой из этих автомобилей больше жрет бензина при одинаковых условиях эксплуатации а также поговорим чем они друг от друга отличаются наконец-то нам попал в руки что один что второй автомобиль мы долго его ждали это не то что мы не хотели делать этот эксперимент просто не было автомобиля теперь он есть и это радует и так для тех кто впервые смотрит наш топливный эксперимент мы расскажем вкратце что сейчас будет происходить в первую очередь мы на этих двух машинах едем на заправочную станцию заливаем до верху чтобы начало течь оттуда потом мы едем сразу же на шиномонтаж устанавливаем правильное давление в шинах и отправляемся на весовую узнаем какая разница в массе у этих двух автомобилей дальше нас ждет 200 километровый забег 100 километров мы делаем по городу и 100 километров мы делаем по трассе у нас получается смешанный цикл после чего мы приезжаем опять на заправочную станцию из одного пистолета из одной колонки мы заливаем топливо опять же до верху и определяем разницу в расходе этих двух автомобилей именно разницу при одинаковых условиях эксплуатации при этом в пути постоянно автомобили меняются местами и водители меняются местами для того чтобы нивелировать разницу в методике вождения так что все должно быть четко также мы обязательно сделаем наши стандартные замеры виду того что у нас сегодня две тачки это будут парные заезды с помощью race logic определим как они быстро разгоняются и как быстро останавливается а теперь давайте вкратце об этих двух экземплярах конечно же самое главное отличие этих двух автомобилей находится под капотом открывать 4 литровый а я gx открою и так у нас prado 2008 года выпуска а gx 470 2007 года выпуска это пост рестайловые автомобили здесь четырехлитровый prado и конечно же под капотом 1 grfe это в образная бензиновая шестерка они мы рассказывали уже неоднократно как и в целом по 120 прадо у нас есть плейлист который называется японские внедорожники и есть плейлист под названием расход топлива запас хода и там как раз есть вся инфа по поводу 120 и 150 прадо и так 1 grfe мощность порядка 250 лошадиных сил система vvti и это один из самых лучших моторов от концерна тойота агрегатируется с пятиступенчатым автоматом конкретно наш экземпляр обладает пневмоподвеской постоянный полный привод и межосевая блокировка в принципе по этому экземпляру пока все дальше более интересный по нашему мнению экземпляр который называется 2 уз f е это v-образная восьмерка которая устанавливалась не только на тойота лэнд крузер 100 и на lexus lx 470 он также устанавливался на старенькие секвой он устанавливался еще на двухсотки на тойота лэнд крузер 200 еще может быть на некоторые тойоты но я к сожалению все вспомнить не могу и так у нас было скажем так две генерации этого мотора до рестайла 238 лошадиных сил после того как сюда установили систему изменения фаз газораспределения в эти ай он начал выдавать порядка двухста семидесяти пяти почему я часто употребляю слово порядка либо примерно когда говорю о мощности да потому что разные источники дают разные цифры отличаются они там на одну две максимум три лошадиных силы поэтому нужно понимать что двести тридцать восемь до рестайла и двести семьдесят пять после рестайла рестайл кстати у нас был в 2004 году но модельный ряд 2005 считается рестайлинговым в принципе здесь та же самая канитель с подвеской у нас пневма дальше у нас постоянный полный привод такой же как и на 120 тоже есть межосевая блокировка пятиступенчатый автомат в принципе в этом машины абсолютно идентичны у нас но на самом деле отличие здесь еще целая гора о них мы давайте поговорим в ходу а сейчас хотелось бы передать слово моему коллеге виктору который предоставит вам сейчас финансовый отчет и расскажет о том как сильно отличаются цены на автомобильном рынке украины виктор вам слово да друзья мы качественно подготовились к нашему тест-драйву изучили авторынок украины и мы знаем средние цены на вот эти вот автомобили и так на 14 апреля 2019 года сто двадцатых прада на продаже находится сто семьдесят восемь экземпляров средняя цена на них составляет двадцать одна тысяча ноль восемьдесят девять долларов при этом gx 470 на продаже находится пятьдесят три экземпляра и средняя цена двадцать две тысячи девятьсот тридцать долларов и так разница составляет одна тысяча восемьсот сорок один доллар и сегодня в нашем тест-драйве мы попытаемся выяснить стоит ли переплачивать вот эти вот деньги за gx 470 поехали друзья я в руках держу очень интересную штуку и она сегодня будет помогать нам провести наш топливный эксперимент это система контроля движения транспорта которая называется скт глобус от наших партнеров компании элситон это очень интересная штука она вплоть до метра позволяет определить положение вашего автомобиля вот gps антенна вот сам блок это все дело подключается элементарно к прикуривателю а также с помощью мобильного приложения которое есть у вас на телефоне либо с помощью сайта вы можете мониторить все куда машина поехала где она остановилась и что она на данный момент вытворяет помимо этого компания элситон предлагает целую кучу автомобильных вкусняшек например если вы закажете у них цифровой топливный датчик это очень актуально для транспортных компаний а также для сельхоз предприятий то вы сможете мониторить до заправки сливы сколько машина или трактор потратили топлива и куда оно ушло налево дальше помимо этого есть целый огромный комплекс охранных систем то есть вы можете свою машину напичкать системами безопасности эти системы безопасности будут во-первых идентифицировать вашего водителя с помощью специальных карт либо с помощью bluetooth на телефоне также вы можете подвязать эти системы концевикам дверей эти системы смогут включать сирену могут глушить двигатель и так дальше и тому подобное то есть реально ваша машина будет защищена от любого угона это полностью украинская разработка также нужно сказать что программное обеспечение разработано для всех операционных систем есть в версия и самое главное что у парней есть очень крутой сервис они могут приехать в любую точку украины установить вам все и настроить помимо этого мы в описании к этому видео оставим ссылку на свой личный кабинет и вы сможете отследить все наши сегодняшние передвижения там будет записан маршрут скт-глобус ссылки как всегда в описании но мы продолжаем и и и и и и и и Кстати, не подумайте, что мы рекламируем заправку ВОК. Заправки мы не рекламируем. Просто у нас с заправками как получается? Не выгнали? Ментов. Полицию не вызвали и на том спасибо. Потому что обычно, когда мы с камерой заходим на какую-то заправочную станцию, начинается паника. Выбегают люди с вопроса. Ну как, охрана выбегает туда, бухгалтерия начинает жрать какие-то документы. Мы говорим, стопе, подождите, мы же не хотели не кушать. А, вы уже съели, вот вам мизим, пожалуйста, короче, ну, чтобы пищеварение было. Дайте просто заправиться, и мы снимем топливный эксперимент об автомобилях. Вы ни при чем. А, директор уже вздернулся. Ну ладно, снимайте. В общем, так и получается. Поэтому мы не рекламируем заправки. Просто тут начали вот так вот, да и все. Кстати, большое спасибо нашему подписчику по имени Виктор, который иногда помогает нам с топливом. Вить, тебе огромное спасибо и привет. А че как-то? А я, кстати, на тебя посмотрел и повторил. Привычка. Ну как так, а? Друзья, масса 4-литрового Прада составляет 2 тонны 160 килограмм без водителя. Взвешивание второго участника сегодняшних соревнований, второго, второго, составляет его масса снаряжена с полным баком без водителя. 2 тонны 320 килограмм, а там у нас 2 160. Вроде бы, казалось бы, на первый взгляд очень похожие автомобили, однако заводным изготовителям рекомендуется для этих двух автомобилей разное давление в шинах. Для GX 2,2 атмосферы, а для 4-литрового Прада 2 атмосферы ровно. Связано это с разницей в массе автомобилей. Вот такая вот ситуация. Друзьяки, время наших стандартных замеров. У нас есть Рейс Лоджик, и вы об этом прекрасно знаете. И именно с помощью его мы сейчас будем определять. Во-первых, как быстро эти машины разгоняются от нуля до сотни. Во-вторых, как быстро они проходят 402 метра. Ну и, конечно же, как они быстро останавливаются сотни до нуля. Рейс Лоджик Что хочется в очередной раз сказать зрителям? Друзья, те люди, которые пишут, что, пацаны, вы что-то не то намерили, я на своем Прадо или GX в городе там или на трассе ощущаю совсем другой расход. Пожалуйста, запомните, что мы не меряем фактически расход топлива. Мы выясняем разницу в расходе топлива двух автомобилей в одинаковых условиях эксплуатации. Мы это повторяем каждый раз. И все равно некоторые зрители, ну, как бы, то ли невнимательно слушают, то ли на своей волне непонятно. То есть, что мы хотим выяснить? Мы хотим выяснить, что, например, если нам сегодня покажет, что GX ел, к примеру, на 15% больше, чем, например, 4-х литровый Прадо. В общем, там покажет какие-то там 16, 17, 18 литров, неважно. То при вашем стиле вождения, я не знаю, какой у вас агрессивный, не агрессивный, у вас тоже разница в этих двух автомобилях будет на 15%. Вот это нужно понять. То есть, мы выясняем разницу в расходе топлива, а не фактически расход топлива. Это важно понимать. Дальше, давайте, в общем, об этих автомобилях. То есть, фактически мы имеем одну и ту же инженерную мысль, только в разных проявлениях. Все прекрасно знают, что Прадо, либо GX подходит очень тем людям, которые, а, не любят заморачиваться на обслуживании автомобилей, б, постоянно ездят по плохой дороге и предпочитают мягкую подвеску управляемости. То есть, если вы плевать хотели на то, как ваша машина рулится и любите, чтобы она не ощущала ям, то это GX, это Прадо. Если же все-таки вы любите закладывать в повороты, то вы должны понимать, что GX или Прадо будет это неохотно делать. Такова подвеска. Некоторые люди говорят, что, мол, чувак, ты не на гоночном треке, зачем тебе наваливать там на GX или там на Прадо, к чему ему нужна управляемость. Элементарный пример. Вы едете ночью по дороге, вдруг, откуда ни возьмись, появляется какое-то препятствие, неважно какое, яма, бугор, кто-то забыл убрать асфальтоукладчик с дороги. Вы делаете резкое движение рулем лево-право. На Туареге вы без проблем это дело объедете, а на Прадо или на GX вы будете на крыше. Это очень грубо, но для того, чтобы было понятно. Эта машина, когда попала в Украину, предыдущий владелец, мы его знаем, очень крепко с ней заморочился. Здесь стоит уже навигация, которая адаптирована под нас со всеми картами. Здесь все пробеги в километрах. Человек даже заморочился и за целый там косарь или полтора долларов, я не помню за сколько, установил сюда кнопку старт-стоп. Это машина моего друга, нашего друга, та машина тоже машина нашего друга. И ту, и эту машину мы искали с ребятами вместе и покупали для них эти два автомобиля. Но только Прадо мы купили года на полтора раньше, а вот GX мы купили в прошлом году. За GX мы отвалили 27 с чем-то или от 27 до 28 тысяч долларов. А вот за Прадик я не помню, то ли 24 500, ну что-то в общем вот такое вот. То есть мы по факту имеем премиальный салон, премиальную музыку, мультимедийную систему. Мы имеем два УЗ-ФЕ. В GX всегда будет пневматическая подвеска. То есть в Прадо может быть пружина, может быть пневма, но в GX это будет только пневма. Также в GX мы можем встретить KDSS. Это система активных стабилизаторов, которая помогает бороться с излишними кренами этого автомобиля. Вот на 150-м KDSS уже везде начали ставить, а вот в 120-м кузове она могла встречаться только на GX. Я вам скажу так, забегая наперед, KDSS это не самое лучшее решение, которое применяла Toyota. Но об этом немножко позже. Вот, и вы соответственно получаете совсем другую машину. Мое мнение, что GX все-таки выглядит интереснее. Вроде бы изменений немного. Другая оптика спереди, другая оптика сзади, другой капот, бампера другие. Чуть-чуть вот листва пластиковые, немного пороги. Но машина получается кардинально выглядит по-другому. Я не понимаю, почему так получилось. Мне вот всегда у Прадо не нравились ни задняя, ни передняя оптика. А вот как раз у GX это выглядит очень хорошо. Теперь давайте, наверное, знаете о чем поговорим? Ну, по трансмиссии я сильно долго распыляться не буду. Здесь практически у нас, ну, все без изменений. Мы понимаем, что на 2,7 Прада у нас стояли 4-ступенчатые автоматы. Встречались, да. На 4-литровом это 5-ступенчатый автомат. Здесь у нас тоже 5-ступенчатый автомат. Система постоянного полного привода. Специально у нас есть рукоять, либо рычаг для включения понижайки. У нас есть блокировка межосевого дифференциала. Ну и в некоторых, опять-таки, в редких случаях на Прадо могла встречаться блокировка заднего дифференциала. На 150-х вы знаете, что эта блокировка уже встречается очень часто. То есть здесь у нас, в принципе, все одинаково. По подвеске тоже у нас два экземпляра одинаковые. И там, и здесь у нас установлена пневма. У нас установлены амортизаторы ТЭМС. Сейчас мы о них поговорим. Ну и, соответственно, блок управления жесткостью подвески. А также кнопка для того, чтобы менять клиренс по задней части автомобиля. Там, где у нас стоит два пневмобаллона. Вы знаете, да, что у Прадо и у GX спереди стоят пружины. А пневма стоит только сзади. И здесь не пневмостойка, а здесь амортизатор отдельно, а пневмобаллон отдельно. Поэтому, если у вас лопается, перетирается пневма, то это не будет стоить космических бабок. Теперь очень важная информация. В общем, мы очень много информации по поводу GX подчеркнули у нашего друга и товарища Александра. Канал Ич Авто. Наши зрители, многие зрители знают этот канал. Просто у Саши у самого есть GX. У него есть целая куча видосов по поводу GX. И если вам нужно досконально изучить этот автомобиль, то H-Auto это ваше все. Там есть, ну, вся инфа по этому автомобилю. Так вот, что Саня интересного рассказал. По поводу амортизаторов. Это технология Temps. У Тойоты называется, когда вы можете менять жесткость амортизатора. Есть четыре положения. От самого мягкого до самого жесткого. Там внутри есть специальный шток. И вы с помощью кнопки, с помощью электропривода поворачиваете его. И, соответственно, меняется отверстие, через которое подается вот гидравлическая жидкость в амортизаторе. И, соответственно, меняется его жесткость. Так вот, раньше амортизаторы можно было купить только в оригинале. Оригинал Тойота Лексус и производил этот оригинал. Кто? Правильно, Каяба. Это делали Каяба. И вот, что Саня мне рассказал, что у Каябы закончился контракт с Тойотой Лексусом. И Каяба теперь сама делает эти амортизаторы. Парни заморачивались в Николаеве. Брали два амортизатора. Вскрывали их, разрезали. Именно оригинальный и Каябовский. Отличий ноль. Отличий вообще никаких. Отличий есть только одно. Цена. Практически в два раза Каяба дешевле, чем оригинал Тойота Лексус. Теперь давайте поговорим немного о проблемах, свойственных GX, которых нету у 4-литрового Prado. Проблема номер один. Точно такая, как и на Mitsubishi Pajero 2, как на Pajero Sport. Постоянно лопается правый выпускной коллектор. Постоянно машина начинает сечь. И, как правило, на разборке вы его не найдете, потому что их постоянно разбирают. Правый выпускной коллектор. Болячка. Дальше. Стартер находится в развале блока. Если вам нужно поменять щетки по стартеру или еще какая-то, ну, оказия приключилась со стартером, придется раскидать пол мотора. И третий момент, это то, что у нас 4-литровый. Один ГРФЕ, он у нас цепной, а два УЗФЕ, он у нас ременной. 100 тысяч, будьте добры, меняйте ремень. И меняйте на качественный. Ну, и самая главная проблема, о которой мы говорим постоянно. Самая главная проблема Prado, Sotac, 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 это репутация неубиваемого автомобиля. И поэтому на обслуживание этих автомобилей забивают владельца. Типа, ну, а что его ремонтировать? Это Prado. Что его ремонтировать? Это же GX. И получаются проблемы. Вот, например, бывший владелец вот этого автомобиля, после того, как мы у него купили 470-й, он поехал и купил себе 460-й GX. Это тот же самый 150-й Prado. Так вот, он был в шоке. Человек, бывший уже тогда владелец 460-го GX, никогда его не обслуживал и не менял подушки рамы. И что вы думаете? Кузов по GX потрескался. Он не заметил это при покупке, потом уже через там неделю-две-три начал сматриваться, там трещина, там трещина, там трещина. Почему? Не меняны подушки рамы. И точно так совсем. То есть мы когда эту тачку пригнали, комплект ГРМ еще, еще то третье, двадцатое, тридцатое, и получилась работа с запчастями порядка 40 тысяч гривен. То есть мы потом дополнительно вложили в эту машину, чтобы реально привести ее в идеальное состояние. Сорокет. А вы говорите, что там не надо никакого обслуживания и так дальше и тому подобное. Нужно. Нужно просто понимать, что и когда делать. Пока мы проводили наш топливный эксперимент, у нас в голове возник вопрос, а насколько дорого обслуживать эти два автомобиля? Насколько Lexus дороже обслуживать, чем, например, тот же Prado? И благодаря нашим партнерам интернет-магазину запчастей ukrparts.com.ua у нас есть эта информация, которую мы вам презентуем с большим удовольствием. Если кому интересно, нажмите на паузу, ну а мы тем временем движемся дальше. Друзья, пару слов о КДСС на GX. Ну мы с вами прекрасно-то понимаем, что КДСС это система активных стабилизаторов поперечной устойчивости. То есть это стабилизатор, который может менять свою жесткость. За счет чего? За счет того, что с одной стороны стабилизатор к автомобилю крепится классическим образом, стойка стабилизатора обычная. А с другой стороны у него гидравлическая стойка стабилизаторов. И вот она как раз может быть либо жесткой, либо мягкой. И системой КДСС именно на поколении 120-х прадиков, ну не прадиков, а GX-ов, потому что на прадике они не устанавливались, а устанавливалось только на GX. На прадике КДСС начало устанавливаться начиная со 150-го кузова. Так вот, какая проблема была именно на GX-е 470-м? Машину перекашивала, то есть и за счет того, что там неправильно, некорректно работал блок лапанов, либо сами вот эти гидравлические стойки, машину перекашивала. И как правило задирала водительскую сторону, пассажирскую опускала, и машина становилась очень жесткой. Соответственно она конечно же хуже проходила левые повороты и лучше проходила правые. Ну в общем такая вот история была. И КДСС на самом деле выносила мозг очень многим владельцам GX, и некоторые люди решали эту задачу очень просто. То есть на сегодняшний день вы можете купить обычные стабилизаторы и поставить их вместо активных стабилизаторов. Они другие по толщине, и там в принципе все нормально, почти болтон становится, но все эти дела делаются элементарно, люди это изучили. И мы для вас оставим ссылку в описании под этим видео, если вам будет интересно как свапнуть КДСС на обычные стабилизаторы. Пожалуйста, ссылочка в описании, все тот же канал H-Auto. У нас ремонтируют дороги, и поэтому в одном месте объезд. И вот здесь как раз и проявляется вся прелесть Prado, либо GX. Обратите внимание, какая дорога. Вот такая вот. А я еду как царь, просто как царь. Вот этот вот тумблерочек, вот этот вот тумблерочек у нас в положении комфорт. И чувствую себя великолепно, просто великолепно. Вон, кстати, сзади нас катится 120-й, 4-х литровый, вон он спускается с горки. И я должен сказать, что Виктор там тоже балдеет, это однозначно. Друзья, а мы хотели напомнить вам, что на нашем канале начался процесс генетической трэш-мутации. Мы пытаемся слепить воедино два абсолютно не слепливаемых автомобиля. И все это дело превратить в лютый-лютый корч. И имя этому всему Mad Max. Ссылки, как всегда, в описании. Ну а мы продолжаем. Друзья, момент истины. Мы приехали туда же. Заправляем доверху помарусин поясок. Мы пошли туда, а вы наблюдайте. Итак, друзья, подошел к концу наш долгожданный топливный эксперимент. И сейчас время подводить итоги. На 208 километров пути, а это расстояние мы определили с достаточной точностью, благодаря нашим партнерам СКТ Globus, Prado 120 израсходовал 33 литра 590 миллилитров топлива. При этом GX израсходовал 36 литров 680 миллилитров. Благодаря несложным математическим вычислениям мы определили, что расход Prado на 100 километров составляет 16 литров 150 миллилитров. А расход GX 17 литров 630 миллилитров. Опять же, это не вообще расход этих автомобилей там в городе или у кого-то. Это расход в нашем тесте. И разница составила всего лишь полтора литра. Много это или мало, тяжело сказать. Однако, если подводить итог по этим двум автомобилям, то, конечно же, Lexus это просто космос по сравнению с обычным Prado. И несмотря на вот этот вот увеличенный расход в полтора литра, несмотря на то, что нужно будет доплатить 1800 долларов в среднем для того, чтобы купить Lexus, команда Summa Racing Team, конечно же, останавливает свой выбор на GX. Но здесь есть одна большая проблема. Вы попробуйте найти его в отличном состоянии. Для вас, как всегда, старалась команда SRT. Берегите себя, будьте внимательны за рулем и не забывайте пристегиваться. До новых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok